Здравствуйте! На канале ТВ5 тема дня. В жизни Запорожья появилось новое понятие – общественный бюджет. О том, что же это такое, мы поговорим с нашим гостем, начальником управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского горсовета Владимиром Головешко. Здравствуйте! Что же такое общественный бюджет? Общественный бюджет – это еще один путь развития нашего города. Основная его цель направлена на то, чтобы создать механизм воплощения всех идей, мыслей развития города Запорожья, которые поступают от жителей города, на реализацию. Он еще называется народный бюджет или партисипаторный бюджет, от английского слова participate, принимать, участвовать. Поэтому главная его цель – это стимулировать и активизировать жителей нашего города на улучшение и развитие нашего города. А вот механика его работы, как он реализуется? Да, механика его работы достаточно проста. Это подача заявления на тот или иной проект, это сбор 200 подписей жителей города, которые готовы его поддержать. И это подача документов в городской совет. Весь порядок подачи документов был широко проанонсирован у нас и через средства массовой информации. Кроме этого, вся информация о подаче информации, об электронной почте, о кабинете в городском совете, куда подаются проекты, все предусмотрено на сайте Запорожского городского совета, и каждый житель может эту информацию свободно получить и воспользоваться. На мой взгляд, самое сложное в механизме этого проекта – это решиться каждому жителю города на этот шаг. Сделать первый шаг. Сделать первый шаг. Ничего сложного абсолютно в этом нет. Поверьте, даже те 200 подписей, которые необходимо собрать, они собираются очень легко, если только будет хорошая идея и инициативный человек. Поэтому основная цель общественного бюджета, еще раз повторю, это создать стимул для инициативы наших горожан во благо нашего города. Объемы финансирования этого проекта, сколько денег вы делаете? Объемы финансирования предусмотрены в этом году 5 миллионов гривен. Каждый проект может претендовать на сумму до 300 тысяч гривен. Объединенные проекты – это тоже одна из возможностей объединять проекты. Объединенные проекты от разных жителей города могут предусматривать финансирование до миллиона гривен. Много это или мало? Оценочное понятие. Но для Украины это достаточно много. Так, например, в Чернигове это 4-8 миллионов. В Полтаве – полтора, в Луцке всего-навсего 500 тысяч. Ну а в Париже это практически 75 миллионов евро. Поэтому это достаточно оценочное понятие, много это или мало. Для Украины это много. И самое главное, для города Запорожья эта инициатива впервые. Впервые в этом году городская власть пошла на этот шаг. И мы уверены, что это принесет очень много положительных результатов для нашего города. Есть ли какие-то ограничения в смысле сфер, где может принимать участие эти проекты? Самое главное условие – это должно быть в пределах города Запорожья. Если это те объекты, которые подлежат размещению на землях, они должны находиться в землях коммунальной собственности. То есть должно быть в пределах компетенции Запорожского городского совета. Поэтому во всех районах, на всех улицах у нас могут появляться новые площадки, новые зоны отдыха, парки, объекты монументального искусства. Все, что пожелают запорожцы и что будет поддержано запорожцами, оно имеет право на жизнь. А вот, допустим, какой-то дом, ОСМД, решили сделать ремонт своего дома за счет вот такого бюджета. Может ли быть такой проект? Конечно, может. Я вам могу сказать, что уже из тех проектов, которые поданы, очень приятно отметить активность именно наших жилищников, ОСББ. Есть проекты, которые предусматривают тепломодернизацию домов. И это не может не радовать, потому что, ну, это инициатива наших жителей, она поддержана, и все должно быть направлено на улучшение качества жизни в нашем городе. Ну, вот, допустим, у меня есть такая мечта, да, мне всегда хотелось свою пятиэтажку, свою хрущевку, где я живу, вот, ну, сделать красивую. Вот просто там, да, сделать утепление, опять же, да, тепломодернизация, а потом это покрасить в абсолютно разные яркие цвета, чтобы это радовало глаз. Такой проект имеет место быть. Я уверен, вам стоит уже собирать 200 подписей. Спасибо, я подумаю над этим вопросом. Кстати, а до какого числа можно подавать проект? По положению у нас весь прием заявок осуществлялся и осуществляется с 1 июля до 20 июля. Поэтому еще есть время у запорожцев обратиться по установленной форме, с установленной заявкой в Росовет, прислать свой проект, в том числе на электронную почту. И, поверьте, есть время и для рассмотрения, и для принятия решений. Ну, мы понимаем, да, что можем найти все, как бы, документы и все условия на сайте, но, тем не менее, вот, какие главные аспекты при заполнении, при составлении этого проекта? Там есть описательная часть, обязательные для заполнения поля в виде фамилии, имя, отчества. Это все проектные решения, креслення, фотографии, расчеты. Но, еще раз повторю, что для того, чтобы этот проект дальше мог переходить на рассмотрение координационной комиссии, да, координационного совета, а потом еще и принимать участие в народном голосовании, потому что это еще один из этапов реализации проекта, да, необходимо, конечно, 200 подписей. Еще раз повторю, любой, любая хорошая инициатива в считанные минуты набирает эти 200 подписей, поверьте, это... Ну, при этом мы понимаем, что мало красиво написать, еще было бы неплохо хорошо оформить свое предложение. Это тоже зрительно, как бы, воспринимаем тоже хорошо. А сколько уже проектов представили Запорожье? На сегодняшний момент у нас есть уже больше 30 десятков проектов. Ну, по нашим прогнозам, я думаю, до 50 дотянем. Это 50 проектов, да, будут принимать участие? Я думаю, что таких полноценных проектов, которые могут действительно быть направлены на развитие нашего города, вот как пример могу привести, ну, что ж плохого в том, что в районах нашего города могут появиться вот такие вот площадки, То есть это, я уверен, та инициатива как раз, которая направлена на интересы, в первую очередь, жителей нашего города. И если такие проекты подаются, это значит, что мы попали в цель, и проект «Общественный бюджет» будет иметь успех и жизнь в нашем городе. А это один из проектов, я так понимаю, сейчас, который уже подан. Вот смотрите, человек подал проект, потом дальше как будет проходить, как голосование, кто будет выбирать вот этот процесс? Механизм выглядит примерно так, что до 20 июля подаются проекты, потом они оцениваются, предварительно оцениваются координационным советом, который будет создаваться в городском совете, туда будет входить в равной пропорции, ну, там будет практически 60% общественников, будет депутатский корпус, органы исполнительной власти. После этого, после предварительной оценки, все проекты будут передаваться, скажем так, в профильные управления и департаменты, которые будут уже подлежать более детальной оценке, анализу. После чего, проекты, которые имеют право на жизнь, будут выставлены на голосование, которое будет проходить и на сайте Запорожского городского совета, и в специально определенных местах, о которых мы будем говорить позже. Ну, как бы, за определенный срок до момента голосования каждый будет знать, где это голосование будет проходить, и там можно будет в бумажном виде принять участие в голосовании. И поэтому, вот, выстраивается такая логическая цепочка, когда действительно жители города определяют, как развиваться нашему городу, что строить, какие новые площадки и проекты открывать и запускать. От подачи заявок до окончательного принятия решения уже непосредственно на голосование. А когда планируется узнать имена победителей? Значит, по положению действующему с 1 октября начнется голосование. Срок голосования 30 дней. То есть месяц. Да, поэтому я уверен, что в декабре мы уже сможем узнать, как улучшится внешний вид нашего города. Ну, а затем сроки реализации проекта. Все деньги, которые будут закладываться на реализацию проекта, они будут заложены в 2017 году. Поэтому сроки реализации проекта это 2017 год. Спасибо огромное. Ну что ж, дорогие друзья, у нас в гостях был Владимир Головешко, начальник управления внутренней политики, прессы и информации Запорожского горсовета. Ну что ж, давайте делать наш город лучше вместе. Продолжение следует...